приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том от каких вещей и предметов ни в коем случае нельзя избавляться обязательно досмотрите это видео до конца дело в том что 98 процентов людей именно это и делаются избавляются от этих вещей тем самым нарушая энергетику своего дома а это приводит к определенным последствиям обязательно досмотрите это видео до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации помните о том что каждая вещь каждый предмет вашем доме хранит в себе свою энергию и энергию вашего дома поэтому перед тем как избавляться от вещей нужно знать что можно просто так выкинуть а для чего нужен особый подход или особая практика потому что многие вещи на нашу жизнь влияют что-то больше что-то меньше но они всегда имеют определенное значение для нас и выкинув такую важную вещь вы навлекаете на себя и на свою семью неприятности неблагополучие несчастье и нищету первое что от чего нельзя избавляться в нашем доме это от хлеба хлеб издавна считался священным продуктом его нельзя выбрасывать ни в коем случае так как это символ семейного благополучия и достатка выбрасывая его вы целенаправленно решаете ваш дом семейного счастья привлекаете в дом несчастья и нищету даже если вас ваш хлеб зачерствел размочите его водички и покормите птичек или можно покормить животных так вы угощаете их хлебом а не выкидываете его следующее это соль соль символизирует гармонию в доме и счастливую семью если вы выбросите соль вас могут ожидать несчастье частые ссоры в семье или даже с родными если вы рассыпали соль не выкидывайте ее в мусор лучше соберите желательно это собрать на листок бумаги или салфеточки и смойте это под водой после протрите место где была рассыпана ваша соль далее никогда не избавляйтесь от рабочих часов часами вообще нужно быть достаточно осторожными их энергия тесно переплетается с вашей энергией и энергией вашего жилья часы это символ времени а к времени нужно относиться с большим уважением часы выбирают себя как хорошую энергетику так и плохую поэтому нельзя дарить или принимать в дар часы которые были в пользовании если выбросить рабочие часы вы нарушаете связь с семьей это приведет к частым ссорам семье и даже к разрыву отношений часы выкидываются только после поломки или если вы хотите избавиться от ненужных вам часов разберите их и каждый день на протяжении недели выкидывайте по одной части от них перед этим промывая часть под проточной водой когда будете вы выкидывать последнюю часть часов скажите такие слова часы поломались на кусочки разломались с ним связи у меня больше нет проточная вода смысла на смыла наш общий энергетический след после этих слов и этой практике вы не будете больше связаны с часами далее кошелек кошелек это вообще отдельная тема во первых кошелек это дом для ваших денег это своеобразный магнит для привлечения денег в вашу жизнь поэтому если вы просто возьмете и выкиньте кошелек вы разрушите дом денег чем привлечете безденежье кошельки часто изнашиваются но их нельзя просто так взять и выкинуть в мусорное ведро нужно провести перед этим ритуал купите новый кошелек а старый положите на подоконник сверху положите новый кошелек и на них положите купюру взятую из старого кошелька так они должны пролежать сутки а утром вложите купюру в новый старый а старый кошелек освободите он должен остаться пустой после скажите такие слова купюра в новый дом перейди он красивый и удобный таки ты таких так как и ты он бесподобный тебе в нем будет хорошо а мне за тебя спокойно гостей почаще приглашай и не отпускай далее возьмите старый кошелек и разрежьте его так вы разрезаете вашу связь и после этого вы можете его уже выкинуть далее фотографии фотография не ваши не ваших родных выбрасывать нельзя это принесет вашу жизнь определенные проблемы неприятности фотографии хранят энергетику людей которые на них изображены поэтому выбрасывать нужно и можно лишь те фотографии которые не имеют для вас никакой ценности и люди которые изображены на них для вас не имеют значения если вам очень необходимо выкинуть фотографию разорвите ее на очень маленькие кусочки и выбросите их желательно в разных местах скажите такие слова фото разрываю энергию из него выпускаю в его разных местах выкидаю и негатив весь от себя отсылаю связи больше никакой нет между мной и тобой а вещи младенцев нельзя выкидывать так как они пропитаны детской энергетикой она у них еще достаточно слабая и не способна противостоять негативу поэтому чтобы не навредить малышу такие вещи нужно либо передарить другому ребенку который нуждается в этом а можно продать их хотя бы за какую-то символическую плату так вы разорвете энергетическую связь с малышом либо сложите их и подождете пока ребенок вырастет и у него окрепнет биополе тогда их можно будет и разрезать и выкинуть не переживая ни о чем далее веник веник такая вещь которая привлекает ваш дом благополучия удачу богатство а вот если с ним обращаться небрежно то можно призвать беду нищету и всякие проблемы свою жизнь и свой дом потому что веник считается оберегом вашего дома он собирает негатив поэтому возьмите его в руки и скажите такие слова спасибо за службу собой негатив забери а ко мне в дом богатство и счастье и счастье напоследок примите подметите ним квартиру при этом постоянно повторяйте слова потом переверните его щетиной вверх и поставьте у порога так он должен будет простоять ровно сутки а на следующий день вы можете его выбросить но лучше сделать это подальше от своего дома если ранее вы выкинули что-то из этого списка который мы указали ранее в этом видео не переживайте пожалуйста проведите ритуалы для привлечения обязательно в дом счастья удачи семейного благополучия и достатка также обязательно сделайте чистку вашего дома и следите в дальнейшем чтобы больше никто не вы никто либо из ваших членов семьи не выкидывал вещи бездумно и не забывайте что каждая вещь имеет свою энергетику и с ней нужно обращаться достаточно аккуратно друзья сейчас вы на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендуемые видео для вас выберите выберите то что вам интуитивно больше подходит нажимайте и смотрите там много интересной полезной и важной для вас информации приятного всем просмотра